Особое мнение на 101FM А потом, все-таки, может быть, не законодательство, но, тем не менее, представительный орган, да, Городская Дума сегодня заседает. По законодательному собранию вопрос у меня следующий. Вчера в 2 часа дня в нашем эфире была программа «Дайте слово», и представители трех оппозиционных фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» заявили, что не планируют поддерживать проект бюджета Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Заседание, на котором будет рассматриваться документ, состоится завтра, 19 декабря. Ну, пока вот заявления такие. У меня к вам вопрос. Насколько вообще вот это заявление, оно, ну, скажем так, действенное? Это демарш такой, что это? Потому что депутаты оппозиционных фракций в меньшинстве в нашем законодательном собрании. Как и в большинстве законодательных собраний. Да, действительно, оппозиционные депутаты в меньшинстве, к сожалению. Но я могу, наверное, в этой ситуации сравнить то, что было в нашем созыве в этом направлении, и, может быть, как раз и в этом и содержится ответ. То есть, да, действительно, и мы в процессе работы пятого созыва, ну, наверное, из пяти лет, если мне не изменяет память, мы, по-моему, четыре раза голосовали против. Но вопрос заключается в том, что когда мы голосовали против, мы это аргументировали тем, что те предложения, которые мы вносили, они оказались там неуслышанными или неотвергнутыми. Ну, вот Владимир Костин вчера то же самое говорил, да, 17 поправок внесли, ни одну, собственно говоря, не приняли. Вот, то есть, вот здесь, наверное, очень важно в этом контексте, говоря об оппозиционных партиях, которые находятся в меньшинстве, говорить о том, и правильный делать акцент на том, и, там, не знаю, надеюсь я услышать и от коллег, которые вчера выступали, список предложений, список поправок, которые они вносили в бюджет области, которые не были приняты. Вот, собственно, от этого надо, потому что... Эти поправки, они как-то опубличены должны быть широко? Вы про это говорите? Ну, для того, чтобы не складывать впечатление о том, что оппозиция это некая такая структура, которая, собственно, как говорится, во всем баба-яга против, да, то есть, необходимо аргументировать свою позицию, да, то есть, там, ну, вот, опять же, в нашем созыве мы старались об этом рассказывать в публичном пространстве, да, что мы... До обсуждения или после? До обсуждения, да, что мы вносим такие-то, такие-то предложения, и потом уже перед стадией принятия конечного бюджета... Бюджета, это конечного принятия бюджета, да, то есть, мы говорили о том, что наша позиция против, потому что, да, там, и говорили, вот, переводили пример того, что мы предлагали, и было проигнорировано, да, вот, поэтому вот... И чем это заканчивалось? Ну, на самом деле, это заканчивалось тем, что в процессе реализации бюджета, то есть, мы там не отбрасывали эти предложения в сторону, да, то есть, а мы работали в формате, там, внесения предложений на всех этапах корректировки бюджета, да, и часть все-таки вещей попадали в этот бюджет, и там, все, что связано, предположим, с ремонтом и школ, выделением каких-то дополнительных бюджетных средств на какие-либо муниципалитеты, то есть... Эти вещи попадали, но, еще раз говорю, там, для того, чтобы не складывалось неверное представление о том, что оппозиция просто таким образом пытается себя позиционировать, надо очень важно показывать, собственно, почему такая оппозиция сформирована, да, там, и, ну, вот, наверное, может быть, эфира вчера не хватило, но, по крайней мере, в публичном пространстве я не видел большого количества упоминаний, материала, связанного с тем, а, собственно, что предлагала оппозиция. А то, что в формате, там, думы большинства, так оно и будет, ну, а чему этому удивляться? Это было, есть и будет, и, как бы... Так, подождите, вот в вашем созыве немножечко расклад все-таки был другой, там у «Единой России» ближе там к концу особенно, да, было какое-то численное преимущество, а на старте-то ведь не было. Там и не было ситуации, когда там вообще ничего не принималось, да, то есть там и удавалось нам и в формате предложения бюджета, и в формате текущего рассмотрения законопроектов удавалось продвигать свои законопроекты. Вот, сейчас там ситуация другая, настроения другие, расклады другие, дисциплина другая, и поэтому, как бы, вот, а в преддверии того, что там через год у нас начнутся выборы, то, вот, я думаю, что там одним из таких маленьких стартов к будущим выборам как раз является и бюджет этого года. Так, Михаил, ну, вот последний просто вопрос. Правильно ли я понимаю, что если оппозиция завтра откажется голосовать за проект бюджета, он все равно будет принят? Он все равно будет принят, да, он все равно будет принят. То есть «Единой России» голосов хватит? Конечно, хватит. Там этот процесс, он организован, надеюсь, что он организован, по крайней мере, там в нашем созыве, знаю, как эти все вещи организовывались, когда там личные обзвоны, личные, там, уговоры каждого депутата о том, что приедьте, или же, предположим, пришлите доверенность на передачу голоса, такая тоже форма была, да, то есть все это отрабатывается. Вот, поэтому бюджет будет принят, там, понятно, что говорить сейчас о том, что, а мог ли быть другой бюджет, вряд ли он мог бы быть другим, то есть мы понимаем, там, объективно ситуацию, что, ну, нельзя сделать праздничный ужин, если ты заранее не подготовился, да, там, у тебя, там, нет денег на то, чтобы купить продуктов, у тебя нет продуктов, у тебя, там, то-то-то-то-то-то-то, то же самое и здесь, да, то есть если у нас нет, не сделаны были никакие предпосылки в предыдущий год для того, чтобы улучшить бюджет, а, как обычно, мы ориентируемся только на, там, федеральную помощь, то, собственно, бюджет вряд ли может быть другим, вряд ли может быть более позитивным, да, то есть и в этой связи, там, позиция, что мы не голосуем за бюджет, это, ну, такая она, естественно, без аргументации скатывается в некий популизм, да, что, ну, вот, да, мы себя вот таким образом, пока, то есть мы не несем ответственности за то, что будет происходить в области ближайших... Умываем руки, что называется, да? Да, своеобразно умываем руки, ну, как бы я не знаю, там, многих депутатов от оппозиции, там, понимаю, что это не так, что они, там, своими силами, своими какими-то дополнительными ресурсами будут помогать решать какие-то вопросы, ну, вот, с точки зрения работы с бюджетом, то есть, еще раз, это механизм работы законодательного органа, да, там, и там не может быть просто заявление, это политическая площадка, и поэтому заявление без обоснования и аргументации, это популизм. Поэтому, там, я рекомендую сейчас, там, оппозицию, на месте будет, точнее, не рекомендую, на месте оппозиционных партий сейчас бы начал активно опубликовать те предложения, которые были отвергнуты, а там уже пусть народ смотрит, да, там, действительно, это было по делу, или же это было не совсем по делу, и тогда их позиция, их принятие бюджета, она будет еще более понятна. Пусть народ смотрит и делает выводы, в том числе в преддверии выборов 21-го года. Ну, я думаю, что давно уже пора, там, это, по крайней мере, в нашем регионе, такая своеобразная будет разнообразие политической жизни. Окей, еще один орган представительный, да, наша городская дума, как раз сегодня, прямо в эти минуты продолжается заседание городской думы, и тоже обсуждается бюджет, но бюджет города Кирова, муниципального образования города Киров, ну, и самые, наверное, такие вот в паблик вышедшие, да, изменения, которые есть, это поправки, внесенные, ну, скажем так, на шарики-фонарики или не на шарики-фонарики, да, тратить деньги. То есть предложено было урезать новогодний бюджет на следующий год, в этом году он 25 миллионов, в следующем году 7 миллионов, то есть, ну, вот разница примерно, да, понятно, в 3,5 раза меньше мы будем готовы потратить. То есть было предложено отрезать, так скажем, расходы на создание дизайн года города Кирова, вчера мы активно это в эфире обсуждали. То есть предложение такое, город наш не так богат, чтобы тратить сейчас средства на какие-то красоты, что называется. Давайте сначала вставим окна в школах, давайте сначала выполним все те предписания, которые, значит, у наших образовательных учреждений есть, и только потом будем праздновать и развлекаться. Вы эту позицию поддерживаете или нет? Я должна сказать, что вот по моей информации пока еще обсуждается все, поправки в бюджет, все еще окончательно непонятно, примут их или нет. Смотрите, мы и так там последние два года живем в режиме, когда стараемся в принципе ни на что не тратить. У меня создается впечатление, что у нас как бы не то, что режим какой-то экономии, а просто режим не тратить денег, да, то есть... Затянули пояса? Да, это уже как бы, это просто уже одни пояса и остались, да. Там, ну, у нас год начался кошмарным снегопадом с января по март, да, помню, когда как бы коммунальщики где-то, по-моему, в феврале признали свою несостоятельность, да, то есть признали, что они не в состоянии бороться с этим снегом. Ну, парадоксально, что никаких, конечно, там орг-выводов не было сделано, но вот. И как бы, что изменилось в этом году? Да ничего не изменилось. У нас как бы город остается ледником, посыпанным песком. Парадоксально, но там вот... С одной стороны, мы ругаем погоду, с другой стороны, ну, я бы хотел обратить внимание, что там, а почему никто не убирает нечистые тротуары-то-то льда? То есть сейчас самое такое благодатное время, когда лед можно скалывать, можно очищать. Да его можно даже не скалывать, его сгрести можно, потому что он в кашу превратился. Да, можно организовать вывоз снега с улиц, пока снегопады не начались. А там, по моим ощущениям, у нас будет повторение, там, этого года. У нас после Нового года может снова нас завалять. То есть мы на это тоже не тратим денег, да? Там тогда возникает вопрос, а на что мы тратим деньги, да? То есть бюджетная сфера, исполнение майских указов, да, это там... Это святое, никто не покушается на это. Святое, никто не покушается, но, как бы, и сказать, что сильно они изменили там за этот год жизнь, тоже не приходится. Все строительства, которые осуществляются, точно не на наши деньги, это там точно деньги Федерации. И поэтому, когда разговор идет о том, что давайте-ка мы на шарики-фонарики сократим деньги, ну, давайте сократим. А, как бы, а что такое сократить с 25, там, до, там, этой суммы? Мы, как бы, с вами понимаем, о чем идет речь? Может быть, там... 18 миллионов примерно. Ну, я понимаю, что 18 миллионов. Мы с вами этой суммы, наверное, не держали в руках и не видели, и не представляем, что... И вряд ли поддержим. Да, и вряд ли поддержим. То есть, как бы, вопрос-то ведь заключается не в том, сколько мы тратим, да? Там вопрос, зачем мы это тратим и можно ли это делать дешевле. И не зря, предположим, там, второй год высмеивают идею с привозом тюменского льда, да? То есть, если 25 миллионов это затраты на то, чтобы привезти лед, давайте исключим. Не-не-не, ну что вы, нет, конечно, нет. Давайте мы найдем лед дешевле. Или не лед. Или не лед, да, там, или подумаем о чем-то другом, да, там. Поэтому, там, сократить на праздниках, ну, в условиях серой жизни и неубранного города, там, ну, как бы, это, наверное, совсем... Вы не поддерживаете. Еще раз, я предлагаю разговаривать с позицией. Можем ли мы это делать дешевле, качественней и интересней для людей? Но делать надо. Естественно, что надо смотреть с позицией. Может быть, станет вопрос о том, что, действительно, еще и увеличить на это деньги. Угу. Михаил Курашин в нашей студии, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области Пятого созыва. Мы вернемся в эфир после небольшого перерыва. Особое мнение на 101FM. Особое мнение Михаила Курашина продолжается. В студии Анна Лапшина мы продолжаем обсуждать траты города на развлекушечку, так скажем, да. Хорошо, я вас поняла. То есть на новогодние торжества просто надо посмотреть, эффективно ли мы тратим те деньги, которые выделялись, вы считаете? Смотрите, Витя... Обрезать сильно не надо. Смотрите, у нас с вами через, грубо говоря, 4 года юбилей города. Да. Мы находимся, жители, да, там, в достаточно таком пессимистичном настроении. А еще бы не находиться. Вот, да, и это вполне объективно. Но если мы действительно хотим там юбилей, чтобы он запомнился, ну, надо работать в том числе и с настроением. Поэтому отказываться совсем от праздников, это будет абсолютная глупость. Сокращать расходы, да, при условии, что это можно сделать лучше. Там, с этим не поддержу. Что касается дизайн-кода, там, я уже как-то в вашем эфире высказывался по этому поводу. Если у нас, предположим, точнее, не предположим, да, там, муниципалитет возьмется и переведет в порядок инфраструктуру, тогда давайте будем говорить о дизайн-коде. Ага, то есть вы все-таки сначала за уборку, что называется, да, а потом уже за наведение красоты. В гонение к предпринимателям относительно дизайн-кода, но все это останется на улице, на фоне не выбранных ледяных улиц, грязных, да, там. Ну, кому такой дизайн-код? Ну, это уже нужно. То есть вот, как бы, опять же, давайте мы тогда будем говорить о комплексной программе. Но, там, я уже говорил о том, что я не вижу порыва со стороны муниципалитета к тому, чтобы пытаться делать, прибирать город. Так, подождите, Михаил, ну, с чего-то же нужно начинать. Ну, то есть у нас, по крайней мере, появился бы документ, на основании которого потом можно было бы приводить в порядок и приводить красоту. А начинать ведь можно с того, что начинать прибирать улицы. Да. Вот. Но это процесс, который у нас, о котором мы говорим 10 лет в этой студии, да, начинать прибирать улицы, и ничего не меняется практически. Нам для этого документ не нужен. У нас это закоплено в полномочиях органов местного самоуправления. Нет, 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 документ по приборке улиц есть, и даже, я так понимаю, и не один. Вот, и не один, и не два. Я сейчас про другой документ. Как раз дизайн-код, это вот, ну, такой, не знаю, там, свод, условно говоря, каких-то правил, рекомендаций, еще чего-то, на которые потом можно будет опираться. Может быть, не с самого начала его вводить будут во всем городе. Так давайте мы первый шаг сделаем. Да. Давайте мы сделаем первый шаг к тому, чтобы, там, мы понимали, зачем мы это все будем делать, для кого мы это будем делать. Если это мы делать будем для людей, тогда давайте начнем с тротуаров и дорог и лестниц. Слушайте, мы про давайте начнем с тротуаров, дорог и лестниц говорим 10 лет, пока ничего не меняется. Это так мы еще 10 лет будем начинать с тротуаров и дорог. Ну, хорошо. А дизайн-кода не будет. И от этого как бы сильно изменится качество нашей жизни, комфорт нашей жизни? Я не знаю. Я вот тут смотрела приведенные фотографии в Рыбинске, Ярославской области. Мне очень понравилось, как они город свой стилизовали в некоторых местах. То есть они сделали вывески очень симпатичные, стилизованные под начало 20 века. И это действительно выглядит красиво. Ну, тогда есть другой путь. Давайте мы тогда запустим наш город до такого состояния, как это было в 18 веке. Пустим телеги, и тогда будем говорить о дизайне кодов. То есть понятно, вы противник все-таки, да? Я как бы считаю, что это пока разговор связан с уводом темы по благоустройству города. По поддержанию города в чистоте. Поняла. Хорошо. Михаил Курашин вот такого мнения придерживается. Новогодний праздник нужен, оформление новогоднего города нужно. И, может быть, даже надо не сокращать расходы, а просто пересмотреть их, да? Где-то сэкономить, а где-то, возможно, даже и нет. Дизайн-код, преждевременная история. Сначала надо прибрать тротуары. Научиться убирать город. Научиться убирать город. Едем дальше. Есть еще одна тема, которая, опять же, про то, как мы плохо живем. Сегодня в эфире в 12 часов мы ее обсуждали. Дмитрий Русских, ваш коллега по законодательному собранию прошлого созыва, у себя в Фейсбуке выложил пост. Было это несколько дней назад. По поводу того, что детский фонд Кировский, наш детский фонд, отделение наше Кировское, получил огромное количество писем и просьб о помощи. Три тысячи. Да, новогодние подарки. Нет новогодних подарков, нет возможности вывезти детей из районов области на елки какие-то, еще что-то. Что меня поразило в этой ситуации? Это не детские дома. Это не какие-то организации общественные, которые занимаются помощью социально незащищенным людям, как мы приняли их называть. Это управление образования районов области, это школы-интернаты, это обычные средние школы. То есть это государственные учреждения, а иногда и органы, ну, представители органов государственной, там, и муниципальной власти. И я была в шоке, честно говоря. То есть если письма с просьбой о помощи пишут такие люди, то значит все совсем плохо. И такие организации, да. Значит все совсем плохо. Сегодня у нас в эфире выяснилась еще более ужасающая вещь. Оказывается, после того, как эти письма были обнародованы и опубликованы, мы предполагаем, что всем этим писавшим людям стали звонить. И мы предполагаем, что звонить им стало их начальство, вероятнее всего, это вот... С соседнего здания. Да, из соседнего с нами здания. И говорить им о том, что вы неправильно поступаете. И эти люди, в свою очередь, стали звонить и писать в детский фонд и от подарков отказываться. И говорить, что нет-нет-нет, нам ничего не нужно. Что происходит-то? Ну, я считаю, что это глупость. Это вот там... Я сейчас просто тоже вчера прочитал эту всю информацию. И вот думаю о том, что нам надо все-таки эту тему пытаться выводить на федеральный уровень. Для того, чтобы показать, что в Кировской области мало того, что там есть и положение не очень. Там еще и с помощью и поддержкой борются. То есть это на самом деле просто возмутительно. Тем более, что если речь идет, предположим, о Российском детском фонде, который занимается 32 года вот этой работой, это не проходимцы, это не случайные вновь появившиеся организации. Это организация, у которой есть имя, у которой есть уже история. И Валентина Павловна, если кто может быть сейчас не знает, в этом году признана Человеком Года, общественным деятелем Года. То есть, собственно, это почетный гражданин Кировской области. То есть и создавать ситуацию конфликта, опять подковерную ситуацию. Никто же... Почему на пустом месте? Я уже охарактеризовал, это глупость. Почему это опять никто не встретился из Министерства образования, из правительства, я не сказал Валентине Павловне, не надо этим заниматься. Опять это началось работать через директоров учебных людей. Через подчиненных, через людей зависимых. Это просто кошмар, который, я считаю, достоин того, чтобы быть озвученным завтра на пресс-конференции президента. Михаил, вопрос в следующем. Почему власти не готовы признать, что они не справляются? Вот со всем объемом финансирования, работы не справляются. Это же не так сложно сказать, ребят, это наше общее дело. Мы не можем, помогите. Все, мы же одно общество. Так-то мы одно общество, мы одна страна. Нам об этом по телевизору рассказывают. Ключевая все-таки идея всех благодарительных акций, это не, ну, тем более вот таких, да, то есть предновогодних, это не столько там вручение подарков, сколько обращение внимания к тому, что у нас есть категория людей, которые там в период подобных праздников, да, оказываются вне мест празднования, вне возможности праздновать и так далее. То есть это такая, знаете, это вопрос не бедности, а вопрос одиночества. И если наши там чиновники воспринимают это как утечку информации о том, что у нас все тут бедные, что нарушает их... Благостную картину. Формируемую им картину, что у нас здесь благостно. Ну, как бы это проблемы там компетентности, профессионализма этих чиновников. То есть если находятся люди, которые говорят о том, что мы готовы вместе с вами, да, там, помочь детям, там, не знаю, в той же талиице, да, там, отпраздновать праздник, да, там, сделать его ярче, веселее и так далее, то вообще там какое здесь может быть отрицание? Да, то есть никто ведь не говорит о том, что там мы будем вытаскивать весь негатив, который есть в этих домах. Там у нас сейчас, во-первых, не тот повод, да, там, и, во-вторых, если надо вытащить негатив, там, можно его вытащить и без подобных там публичных акций. А сейчас, когда там большая часть жителей, даже предпринимателей, даже в тех условиях, в которых они сейчас находятся, с учетом их бедности, наших предпринимателей, готовы там кто-то оплачивать дорогостоящие лечения, кто-то скидываться на подарки, кто-то приобретать и отказываться от этой помощи, там, ну, это просто бред. Вот это просто там после этого, там, вопрос о профпригодности нужно поднимать. К сожалению, там, мы имеем то, что имеем, да, то есть это, я считаю, специфика Кировской области в том, что у нас там один звонок или там один человек, да, там, способны разрушать, там, формировать страх у достаточно большого количества своих подчиненных, да, там, и тем самым, как бы создавать прецеденты глупости, прецеденты, там, неэффективности управления, прецеденты разрушающие общество, уж если в этом глобальном плане говорить. Поэтому, там, я надеюсь, что все-таки позиция будет пересмотрена, и там, все три тысячи, а это не только три тысячи, да, то есть буквально вот тут на днях мы проводили пресс-конференцию, где только в рамках пресс-конференции было презентовано более десяти благотворительных акций, которые... Это то, что было в понедельник в точке кипения, да, то, что мы там анонсировали, когда благотворительные фонды наши собрались, да. Да, да. То есть это далеко не все, кто смог собраться. Новогодний мешок добра, по-моему, называется эта акция, да. Ну, новогодний мешок добрых подарков. Добрых подарков, да. То есть вот как бы у нас много таких организаций, еще раз говорю, они не ставят перед собой цель доказать неэффективность работы органов власти, они ставят перед собой цель обратить внимание людей на необходимость помогать другим. Вот это нужно понять. На необходимость поддержки тех людей, которые там невидимые часто, да. Михаил Курашин, в нашей студии вице-спикер законодательного собрания Кировской области Пятого созыва. У нас перерыв на рекламу, вернемся с другими темами. Особое мнение на 101FM Вице-спикер законодательного собрания Пятого созыва Михаил Курашин. В нашей студии мы продолжаем программу «Особое мнение». Еще социалка. Вот буквально сегодня, собственно, широко эта тема начала обсуждаться, сокрушительный удар по социальной политике. В Кировской области выставлены на торги более 170 квартир, где живут учителя и врачи. Материал вышел на портале «Свой Кировский» со ссылкой на пост Игоря Олина, директора средней школы поселка Вахруши. Раньше информация о том, что учителей могут выселить из служебного жилья или врачей. Вот я сейчас могу ошибаться. Работников бюджетной сферы. Да, бюджетная сфера, да. Из поселка Богородская поступало, там две квартиры служебных. Значит, речь идет о том, что в свое время служебное жилье, эта программа, она широко была анонсирована, как раз в тот момент, когда вы были депутатом законодательного собрания, если я не ошибаюсь, да, в районах области учителям, врачам предоставлялось жилье, съемное жилье по так называемой программе служебное жилье. Они платили не очень большие деньги, они оплачивали коммуналку, и плюс там от полутора, по-моему, до двух тысяч рублей в месяц они платили, ну, условно, там, за аренду этой квартиры, да, за найм. Жилье предоставлялось, если я правильно понимаю, корпорации Крик. Кировской областной ипотечной корпорации. Они являлись собственниками, но распределением как раз занимались муниципалитеты. Вот. И, собственно, корпорация Крик собственником и оставалась. И сейчас, когда корпорация Крик у нас в состоянии всем известном, да, на ее имущество, как я понимаю, будут претендовать совсем другие люди. В связи с этим жилплощадь, которую занимают работники бюджетной сферы, может быть выставлено на продажу. И, собственно, Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области это подтверждает. При этом говорит о том, что договоры аренды жилья будут действовать на прежних условиях, и смена собственника квартиры, согласно законодательству, не должна приводить к расторжению или изменению заключенного договора и выселению арендаторов. Не беспокойтесь, ребята, все будет нормально. Какая вам разница, кто собственник квартиры, в которой вы живете? Ну, как бы, я не совсем понимаю эту позицию. Как бы, все-таки решение принимает собственник. Если собственник не является правоприемником, то, как бы, отношения с арендаторами, они будут встраиваться в новых условиях. Серьезно? То есть не обязаны они будут соблюдать те же условия договора? Они не являются правоприемниками. То есть это абсолютно другая ситуация. То есть они забирают, грубо говоря, эти квартиры за долги. И они становятся собственниками. А что они там захотят иметь? Квартиры для бюджетников или же, предположим, там, не знаю, какие-нибудь забегаловки, это их право. Они вправе решать. Им как бы точно обременительные позиции там не будут иметь никакого места. А вы думаете, новый собственник захочет ссориться с Министерством имущественных отношений Кировской области? Ну, если мне не изменяет, как говорится, интуиция и память, то тот, кто сейчас претендует, заявлен, да, там, потенциальным будущим владельцем, он не Кировская организация. Им все равно? Им абсолютно фиолетово. И вот я бы предложил нашему серому дому-то обратить внимание не на подарки в детских домах, а вот как бы на эту ситуацию, потому что там, да, действительно, это там... Это может стать проблемой, скажите, Михаил? Это станет громаднейшей проблемой, потому что я видел, как заселялись, как строились, как заселялись эти квартиры. Мы очень много ругались там со своим другом Сергеем Рыловым по поводу там тех или иных там некачественно выполненных работ. Кировская региональная ипотечная корпорация одно время возглавляла. Да, в ручном режиме там выявляли проблемы, то есть я выезжал в муниципалитеты и смотрел, как идет строительство, как заселяются, общался с людьми после заселения, да, то есть я могу сказать, что это действительно позволило привлечь молодых специалистов на территорию. А там, что сейчас произойдет? Ну, сейчас произойдет просто-напросто отток и все. И мы так и не добившись решения кадрового вопроса в муниципалитетах, усугубляем эту дыру и все. А я правильно понимаю, что в бюджете областном нет сейчас средств на то, чтобы из служебного жилья в таком авральном порядке переселить медиков и учителей в какое-то там, я не знаю, съемное жилье еще куда-то? Ну, я, наверное, однозначно нет такой статьи бюджета, но как бы для этого и есть органы исполнительной власти, которые этот вопрос должны решать. То есть им такой подарочек новогодний, предновогодний? Решайте этот вопрос, если вы заинтересованы в том, чтобы кадры закреплять на селе, и там, если вы хотите потом показать красивую картинку Москве о том, что... А вы размер бюджета... А, или вы про какие органы говорите исполнительной власти? Про областные? Про региональные? Про региональные, то есть не про неуниципальную власть? Нет, это вопрос регионального уровня. Если кто-то попытается сбагрить его на муниципалитеты, это как бы, это, ну, это на грани того, что человек идет на преступление, потому что понимает, что там муниципалитет не сможет эти вопросы решать самостоятельно. У него-то уж точно денег нет на это, на все. Есть выход какой-то разумный из этой ситуации? Договариваться с новым собственником, договариваться об отсрочках, договариваться о приемлемых ценах, вот, и... Смотреть будущую модель, потому что даже когда ее запускали вот в этом виде, да, там вопрос по крику был, вопрос держался именно в том, что собственником является крик, для того, чтобы на уровне муниципалитета служебное жилье не было раздербанено. И чтобы оно шло именно под молодых специалистов. Я вам скажу больше даже... Поэтому не передавали в свое время, да? Конкретно, да, фамилии людей, кто туда заселяется, мы утверждали областной комиссией, по каждому муниципалитету. Были отказы, когда мы понимали, что там, предположим, идет специалист в возрасте предпенсионном, ну, мы там отказывали, потому что считали, что надо давать предпочтение молодым специалистам. То есть каждую кандидатуру рассматривала область. Потому что мы понимаем, что если там найти дома, просто отдать муниципалитету, там, ну, завтра они их раздадут нуждающимся, и аварийное жилье, и все, и все. И снова начнут говорить о том, что у нас, как бы, не решается вопрос привлечения кадров. Там, как эту схему реализовывать сейчас, создавать ли новую организацию, либо отдавать муниципалитетам, но под жестким контролем, чтобы это должно быть служебное жилье. Там, вот об этом сейчас надо думать. Договориться с новым собственником и думать о новой модели работы. Только так. А, как бы, ну, это то, как можно решить эту ситуацию. Можно, конечно, никак не решать. Отпустить на тормоза. Закрыть глаза и сесть тихонечко, и уйти на новогодние каникулы. Я думаю, что, да, там, процентов 98-99 просто этих специалистов уедут в Киров, и все, и, как бы, ну, мы, там, можем закрывать и новые школы, и больницы, и все остальное из-за отсутствия специалистов. Это в середине учебного года было бы не очень, конечно. Ну, кто ж об этом думает, ведь мы ж, как бы, к сожалению, и об этом многие говорят о том, что даже, там, мы принимаем трехгодичный бюджет, а думать-то на три года вперед-то точно никто не хочет. Понятно. Ну, будем надеяться на то, что сейчас у нас все-таки более активно как-то пойдут комментарии от правительства, ну, в том числе от, там, может быть, и Минимущества, и Министерства образования, и Министерства здравоохранения по поводу тех людей, которые могут остаться в преддверии Нового года. Вот они сейчас фактически сидят на чемоданах. Я бы, честно говоря, ждал комментариев все-таки от первых лиц. Ага. От председателя правительства. Потому что, как бы, и Министерство имущества, и, там, Министерство образования и так далее, они исполнители. А позицию непосредственно озвучивать должны первые лица. А виноватыми-то они как раз будут. Виноватыми, понятно. В случае, если кто-то уедет оттуда. Виноватыми, понятно, они и будут. Вопрос в том, какую позицию собирается занять в целом правительство, там, это все-таки информация от первых лиц. Тоже этот вопрос было бы неплохо завтра, наверное, на заседании Законодательного собрания депутатам озвучить. Но, честно говоря, я не уверена, что у них руки дойдут. Вот еще одна тема, которую мы, наверное, успеем обсудить. Не так много времени у нас остается. Три минуты. Дмитрия Никулина с его обращением по КАЭНу Кировчану. Законодательные дела. Да. Будем обсуждать? Или все-таки лучше переименование улиц в Слободском? Ну, если вскользь, мне, честно говоря, меня удивило данное решение. Я считаю, что для группы лиц, действующих долго времени и совершивших преступления в особо крупных размерах, подобный срок крайне непонятен, потому что своей мягкостью. Дело ЦДС и дело электронного проездного мы имеем в виду. От трех лет до трех лет, семи месяцев наказания. Начинаю ситуацию, опять же, раз уж мы его упомянули, да, там, с директором Крика, там, Сергеем Рыловым, когда за более меньшую сумму заразовое действие, да, там, плохо доказано, он получил и срок больше, да, и, как бы, и шума было на порядок больше. Или же взять ситуацию, там, с последним фактом Дегтяревым, да, там, которого директора железнодорожного техникума, да, тоже взяли, там, на одной операции и что-то мне подсказывают. Взятка 200 тысяч и сразу же в СИЗО. Подсказывает, что и срок он получит на порядок больше, а здесь долгое время, долгое, и в этой СИЗИ мне непонятен, там, вот этот, там, записанный видеоролик Дмитрием Никулиным, где он говорит о том, что он все осознал, что если бы была возможность, ну, вот это уже просто лицемерие, да, то есть, там, это не разовое событие, там, вы долгое время этим занимались. С 10-го года, по версии следствия. Я могу сказать, что когда, предположим, там, мы в 11-м году на выборах, да, спрашивали, что за 500 рублей, которые они выдают всем избирателям, проголосовавшим за них, да, то есть, там, тогда это правоохранители почему-то не интересовало. И сегодня каждому депутату от Единой России после заявления Никулиным у меня возникает вопрос, а вы действительно избраны честно, а не на ворованные деньги? Ведь, как бы, он впрямую сказал о том, что деньги шли на финансирование избирательной компании Единой России. И поэтому, вот, опять же, это вопрос уже репутации наших единороссов, которые завтра будут принимать, и сегодня, и завтра принимают бюджеты городской и областной. Поэтому, вот, собственно, это все, что можно там добавить с точки зрения своего мнения по этой ситуации с Никулиным и товарищем. А покаяние-то зачем записаны? Ну, это пиар, это вот какое-то стремление вечно заниматься пиаром, что первое интервью, которое было записано в Грузии, что вот это, там, я не понимаю, что, там, ну, действительно, если все это сложится для них очень хорошо, и они в мае получат амнистию, да, там, опять же, хотя парадоксально, это не пункт А, да, там, когда единолично, это в группе лиц и так далее. То есть, ну, как бы, это осознанное, целенаправленное преступное сообщество, осуществляющее свою преступную деятельность на протяжении долгого времени, и нанесешь, которая нанесла громаднейший ущерб бюджету, да, то есть, там, о каком может быть, там, амнистии идти речь. Вот. И в этой связи единственное, опять же, что осталось, это вопрос, а где еще один участник? То самое неустановленное лицо? То самое установленное лицо. Подождите, а ну в этом деле пока еще неустановленное. Которому давали деньги на избирательную кампанию, да, то есть, как бы, она уже установлена. Оно озвученное, но пока судом не установленное. Вот, то есть, как бы, там... Возникает вопрос. Мы ждем. Михаил Курашин в нашей студии, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области 5-го созыва. Мы программу «Особое мнение» на этом завершаем. Можно будет найти ее на сайте eho.kirovo.ru. Михаил, спасибо. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM